Друзья, хочу представить вам канал наших коллег. Здесь вы найдете увлекательные сталки в России и за рубежом, военные объекты и подземелья, экстремальные путешествия и еще много интересного. Сам давно на него подписан и вам рекомендую. Именно та часть, откуда мы пришли, это и есть начало исторического коллектора Неглинки. Мы решили продолжить наш путь по этому рачному коллектору. Мы вновь вернулись в самую известную и легендарную подземную реку Москвы, Неглинка. В предыдущих сериях мы рассказали о наиболее известной его части, Чокотовском туннеле, который ошибочно принято называть тропой Галеровского и о гораздо менее посещаемой части бассейна Неглинки, о ее самом большом притоке реке Напрудник. А сегодня мы отправимся в самый верховень Неглинки, несправедливо обойденной вниманием большинства знатоков и любителей подземной Москвы, и покажем вам истоки этой знаменитой реки. Итак, начнем! Верховень Неглинки убирали подземную постепенно по мере застройки и реконструкции городских кварталов, расположенных на ее берегах. К тому же, одной из весьма существенных проблем, стоявших перед городскими властями, были незаконные сбросы канализации из домовладений вблизи малых рек, что создавало реальную угрозу санитарному состоянию города и способствовало распространению зловония вдоль берегов. Вот как описывают эту проблему в издании 1912 года деятельность Московской городской думы в 1909-1912 года. Антисанитарное состояние всей этой системы протоков давно уже подтверждено исследованиями санитарных врачей и актами городской полиции. Во время ливня или продолжительных дождей вода переполняет естественные протоки, заполняет выгребные и ямы окружающих частных владений и таким образом представляет из себя поток, несущий по городу нечистоты и всякие отбросы, возражающие воздух. К этому необходимо прибавить, что сами владельцы земель, по которым проходят естественные протоки, нередко пользуются ими для спуска мечесток. Именно в первой половине 1910-х годов в Москве развернулись наиболее масштабные работы по канализованию малых рек, протекавших на территории Москвы тех времен, которые не обошли стороной и не глимкой. Вот этот кирпичный коллектор можно считать фактически самым истоком реки и глимки. Мы сейчас находимся в верховьях и глимки. Там забутовка и подключка ливневой канализации, с чего начинается исторический коллектор нередко. В ту сторону уходит современный бетонный коллектор. Здесь очень высокая влажность сейчас, туман. Но попытаюсь показать, вот там вот пересечение с коллектором, с другими коммуникациями. А мы сейчас отправляемся вниз по течению глимки, фактически от самых ее истоков. Здесь будет заименный участок. Здесь мы выходим в первой развилке, где соединяются два коллектора. Двигаемся сейчас вниз по течению. Вот это вот уже коллектор не глимный, а здесь мы можем видеть сухой коллектор наполовину заименный. Пришли мы вот оттуда, где коллектор заканчивается, точнее начинается забутовкой и примыкающим к нему бетонным коллектором. Сейчас я пытаюсь пройти в этот сухой коллектор. Судя по всему, да, это уже не историческая часть, а какой-то ручей или районная дождевая канализация. Она уходит туда вдаль. Судя по отметкам, на стенах коллектора этот заполняется. Здесь мы можем видеть такую вот камеру. И очевидно, да, именно та часть, откуда мы пришли, это и есть начало исторического коллектора не глимки. Мы сейчас продолжим наш путь от самых истоков и вниз по течению. Пройдя еще несколько десятков метров, мы выходим к еще одному примыкающему, спадающему в неглинку справа коллектору. Это уже более внушительных размеров бетонная труба. И здесь глубокая камера. Главное сейчас не провалиться в эту камеру. Вот, собственно, такой бетонный коллектор вливается в неглинку. На протяжении всего коллектора можно встретить старые подключки, сделанные из керамических труб, которые, скорее всего, ровесники самому коллектору. Неглинный, то есть вот такие трубы, они использовались при строительстве и личных коллекторов в XIX веке, и при строительстве первой очереди канализации. Мы приближаемся к одной из подключек. На самом деле в неглинке не так много подключек, которые постоянно действуют. В основном сюда выведена дождевая канализация. А здесь можно хорошо видеть, что коллектор сужается. То есть вот в этом месте, очевидно, коллектор достраивался позднее. То есть верховье коллектора, возможно, достраивалось позднее. Либо была какая-то реконструкция. Мы подошли к еще одному уже написанному месту, которое достаточно часто встречается в фотографиях из неглинки. Смотровой люк, спускающийся в середину коллектора из него лестница. Как и во всех речных коллекторах, встречаются живописные наросты на стенах коллектора. Здесь это больше похоже даже не на натеки, а на наносы мусора. А нас впереди ждет небольшое препятствие в виде трубы с какими-то коммуникациями. Возможно, это водопровод с очень фактурными комутами. Ну и, как всегда, в исторических коллекторах очень красиво смотрятся повороты в контровом свете. Как, например, вот этот. По дороге можно встретить аварийные участки коллектора. Как, например, вот этот вот. Хорошо видна трещина вдоль кладки. И уже отсутствует пара кирпичей. А сама кладка клалась не в один кирпич. Вот тут вот хорошо можно видеть, как это выглядит. Вот здесь вот можно видеть пазы из швеллера, сделанные под затвор, который должен был перекрывать русло коллектор. Это нужно при ремонте в коллекторе. Еще неприятной и интересной особенностью старых кирпичных коллекторов является то, что вода кирпичей намывает себе русло. Намывает своеобразную канавку, куда нога может провалиться почти по щиколотке. Поэтому идти очень неудобно. Плюс сложности в прохождении еще то, что здесь очень скользкое дно. И вот тут можно хорошо видеть, как выглядит эта канавка, намытая кирпичной коллекцией. Вот здесь, очевидно, когда-то находился либо монтажный люк, либо снегосброс. И, собственно, пройдя еще немного по течению, мы можем видеть те самые крышки люков, которыми был закрыт этот монтажный люк. Но тут очень скользкая и идти неудобно. Вот они эти крышки валяются в коллекторе ниже по течению. А тем временем мы подобрались к еще одному интересному месту. Считается, что вот этот коллектор, который примыкает справа к руслу неглинной, что это слив селезневских бань. Хотя по этому поводу ходит немало споров. Мы решили пройти по этому коллектору. Вот ту информацию, которую я читал об этой подключке, она достаточно короткая. Диаметр здесь значительно меньше, порядка полутора метров. И вот, пройдя от русла неглинной еще совсем немного по корректору, мы можем видеть две подключки. Точнее, скорее всего, это не подключки, а пересекающий его коллектор, возможно, более старый. Именно этот коллектор по одной из версий принято считать сливом селезневских бань в неглин. По другой версии, он старший системой коллекторов неглинки и слив осуществлялся, предположительно, в антроповский пруд. Так это выглядит в одну сторону, а в другую сторону мы можем видеть забутовку. А сам коллектор продолжается дальше. Мы решили продолжить наш путь по этому рачному коллектору. Здесь еще предстоит пересечение с очередными коммуникациями. Очередные крышки рукопопопадаются по дороге. Вот впереди, через сотню-полторы метров, от устья этого ручья, от места, где он впадает в неглинку, продолжается уже он дескантным коллектором. Да, там впереди мы можем видеть совсем мрачный коллектор, примерно метрового диаметра, который уходит туда, вдаль. Ближе к устью на прудной коллектор неглины меняет немного свою форму и переходит из круглого варочного сечения. А впереди будет сейчас еще один достаточно интересный участок, где коллектор, скорее всего, вскрывали уже в наши дни. Вот, кстати, характерный для архитектуры, подземной архитектуры 19-го, начала 20-го века, смотровой колодец. Здесь скобы сделаны утопленными специально, чтобы на них не намывало мусор. А мы подошли к достаточно интересному месту, где арочный коллектор на протяжении нескольких сот метров меняет свою форму. Вот здесь вот хорошо видно, арочный коллектор заканчивается и начинается прямоугольный коллектор, сложенными сверху в качестве потолка бетонными плитами. И если внимательно присмотреться, на уровне, где кончается арочная часть, виден шов кирпичной кладки. То есть, скорее всего, кирпич здесь перекладывали выше поясной линии коллектора. И, очевидно, сделано это было по той причине, что этот участок скрывали открытым способом для реконструкции или чистки. А после этого уже кирпичную кладку, не ставя делать арочного сечения, а продолжили прямые стены и сверху положили бетонные пики. Здесь уже кончается этот участок прямоугольного сечения. И вновь мы подходим к арочному коллектору. И здесь можно видеть еще одну интересную вещь, еще одно интересное место. Вот здесь мы можем видеть остатки, у меня есть два предположения, либо это остатки верхней части вот этой вот арки, когда коллектор вскрывали, либо это первоначально, когда еще встроился коллектор, он у него платок, пол, немного углубленный. И вот здесь мы можем видеть как раз этот участок, где сохранился старый пол. Но как бы и одна, и другая версия – это мои предположения. А мы подходим к месту, где арочный участок коллектора снова переходит в кирпичный коллектор круглого сечения. Вот как это выглядит. И мы сейчас будем спускаться вниз по вот этой вот кирпичной трубе. Уже до слияния, до устья на круглый. На этом я с вами прощаюсь, дорогие друзья. Оставайтесь с нами на канале, будет очень много интересного. Не забывайте ставить лайки и подписаться на наш канал, кто этого еще не сделал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова